Уважаемые коллеги, канал глобальной политики и его зеркало на моем канале Дмитрий Таран продолжает свое развитие. Прошел второй месяц, как мы попросили поддержки. Нужно сказать, что мы развиваемся и благодаря в первую очередь вам. Ну и конечно же все наши тренинги, маркетинговые всякие услуги, видеосъемка и так далее. Это все. Мы зарабатываем деньги и на жизнь, конечно, и на то, чтобы развивать этот проект. Хочу сказать, что деньги, которые мы получили за февраль, они в основном потрачены на новые проекты. Также на поддержание наших спикеров, которые находятся в оккупации. Это первое. Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Хочу сказать, что ваша помощь нам, конечно же, очень ощутима. И если есть возможности и мотив, то прошу ее продолжить. Речь не идет о космических деньгах, речь идет о суммах 100, 200, 300 рублей в месяц, если это возможно. Хочу услышать вашу обратную связь относительно того, насколько наша работа вам нужна. Мы двигаемся в нескольких направлениях. Структура нашего канала «Глобальной политики» и его информационно-аналитического ядра. Мы, конечно же, занимаемся толкованием новостей. Это информационная война и видеоблоги. Это обзор разведданных Сергея Будкова. Это Тара, которая занимается глубокой исторической аналитикой. Я сегодня ожидаю от нее материал для нового ролика. Тему я сообщу отдельно. Это Марат, беседая об эзотерике. Это Сергей и Светлана Чайка, которые делают аналитическую справку по культуре и кинотерапию. То есть мы разбираем методологию обхода сознания. Когда мы вроде бы смотрим какие-то развлекательные вещи, а на самом деле нами управляют в темную. И выработка методики, как этому, во-первых, противостоять. И как сделать параллельный поток контента, который бы работал на развитие народа. Мы считаем, что это очень важный проект. У нас появился проект, который называется «Бложик мамочки». Поскольку демография и рождаемость русских людей на белом свете – это важнейший управленческий аспект, то, исходя из наших социологических исследований, особенно по состоянию молодых мамочек, первороженец и так далее, просто кричит, в воздухе висит необходимость проекта, который бы концентрированно выдавал информацию, чему готовятся, чего боятся, чего не боятся. Естественно, сразу же идет параллельный проект, направленный на мужчин. Особенно на мужчин, которые выросли в современных условиях, в окружении женщин. Не всегда ответственные, не всегда могут взять на себя ту или иную ношу, как строить отношения мужчинам, особенно когда они должны стать отцами. Соответственно, здесь еще возникает один параллельный проект, как воспитывать детей, особенно год, два, три, четыре, пять. Потом будет отдельный проект, связанный с дошкольным воспитанием, методикой преподавания и так далее. Мы считаем, что это вообще краеугольная часть нашей работы. Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку. Она нам очень важна. Мы работаем в автономном режиме, абсолютно у нас нет заказчиков ни на уровне органов государственной власти, ни на уровне спецслужб, ни на уровне олигархических кланов. Это абсолютно народная инициатива, когда люди стали группироваться в информационный кластер, который, собственно, на ютубе и называется канал глобальной политики. Мы хотим попробовать поменять мир вопреки расхожей, знаете, поговорке. На Украине, например, люди говорят, для того, чтобы осуществить контрперевород, надо, чтобы было большое финансовое плечо. Другими словами, это звучит так. Вы нам заплатите, а мы сделаем. Мы ставим вперед телегу сделать, а деньги подтянутся как-то потом. И в этом смысле народная поддержка для нас, конечно, существенно важна. Еще раз благодарю за помощь. Спасибо за внимание.